МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Праздник для малышей и родителей. В Самаре торжественно открыли новый детский сад на улице Ташкентской. С первыми воспитанниками познакомились и вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Оказать помощь и поддержать каждого, кто в этом нуждается. Глава Самары Елена Лапушкина провела в администрации Октябрьского района встречу с членами семей военнослужащих. В декабре в России чествуют те, кто сражался за Родину, но не снискал ни почета, ни славы. Те, кто остался лишь в памяти близких. В Самаре почтили память неизвестного солдата. Радостные события и для взрослых, и для малышей. В Самаре на улице Ташкентской открылся новый детский сад, рассчитанный на 72 места. В нем предусмотрены и ясельные группы. Первые воспитанники в саду уже осваиваются. Подробности в нашем сюжете. Подарок к Новому году сделали для жителей Самары областные и городские власти. В Кировском районе по адресу Ташкентская, 184А, открылся новый детский сад, рассчитанный на 132 воспитанника. В дошкольном учреждении будут работать три группы для детей раннего возраста на 60 мест и 72 места для детей от 3 до 7 лет. В дошкольное учреждение уже начали ходить 37 малышей. Здесь светло, по-настоящему тепло, очень хороший уровень технического оснащения, и наглядные пособия, игрушки, они, ну, что называется, по последнему слову, техники очень высокого уровня. Это такой яркий результат реализации национального проекта, демография, который был инициирован президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и правительство региона, губернатор Самарской области, естественно, ставил задачу по ликвидации очередности в детские сады в качестве приоритета, и нам действительно это удалось. Открытие любого объекта социальной сферы, уж особенно детского сада, особенно в Кировском районе, конечно, это огромное значение. Более того, я хочу сказать, что в этом детском саду уже есть детки, которые живут не в Кировском районе, сюда будут привозить детей и из других районов, что нас тоже, конечно, не может не радовать. Мама двухлетней Полины, Ирина Лустина, теперь может вздохнуть спокойно. Говорит, очередь в детский сад подошла даже раньше, чем она рассчитывала, но дочка растет очень активной, и в сад начала ходить с удовольствием. Мы очень рады, очень рады тому, что садик новый, что наша Полина пошла, как бы, одной из первых в этот сад. Все отзывчивые, заведующие, заместители, все нас приятно приняли, с нами поговорили, объяснили. Ребенок наш хорошо адаптируется. Когда мы пригласили родителей на День открытых дверей, им настолько понравился наш детский сад, что они готовы сюда даже возить своих детей. Детский сад будет работать с техническим уклоном. Помимо классических занятий музыкой и физкультуры, здесь будут проводить уроки робототехники и технического творчества. С 2018 по 2021 год в Самарской области было построено 47 новых детских садов. Еще порядка тысячи мест откроются в текущем году, в том числе и в детском саду на Ташкентской. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. В понедельник, 5 декабря, в районе перекрестка Полевой, Самарской и Новосадовой планируют изменить маршрут движения транспорта. Это связано с открытием одной из полос проезжей части, ранее перекрытой из-за строительства станции метро «Театральная». Эти и другие вопросы разбирали на еженедельном совещании в мэрии под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. О том, как продвигается строительство станции подземки и о новых подробностях схемы движения, расскажет Михаил Гермоленко. Ни дождь, ни метель, ни мороз им не помеха. Специалисты метростроя трудятся в любую погоду. Хотя строительство новой станции подземки идет с небольшим опережением графика, большой пласт работы еще впереди. Сейчас внимание приковано к участку на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской. На перекрестке заканчивают готовиться к возведению котлована. Здесь будет стыковка двух тоннелей, идущих от Алабинской до Театральной. До конца недели рабочие должны подготовить локацию для открытия одной полосы движения по улице Новосадовой. Утром 5 декабря готовность территории оценят сотрудники ГИБДД. Если замечание не возникнет, то с понедельника ориентировочно с середины дня полосу откроют. Мы открываем одну полосу по Новосадовой, она будет работать с правым поворотом на Полевую. Он в большей степени нужен горожанам, которые вот в этом квадрате живут. Это вот Первомайская, Новосадовая, Полевая и Молодогвардейская. Однако это касается и остальных горожан, особенно тех, кто пользуется общественным транспортом. Автобусы вернутся на прежнюю трассу следования при движении в направлении в город. Также, как отметил представитель подрядной организации, за выходные планируют завершить временное благоустройство участка проезжей части. На маршруте уложат покрытие из асфальта со специальными добавками, что позволит использовать его и в холодную погоду. А весной после наступления тепла временное покрытие вскроют и уложат постоянное. Масштабное строительство продолжается. На улице Галактионовской, где основной фронт работ, сейчас завершает подготовку стартового котлована. Строители доделывают третий поиск креплений, специальных балок, которые удерживают буросекущие сваи и другие конструкции котлована. Также на глубине занялись подготовительным бетонированием. Здесь уже позаботились и о гидроизоляции, начали укладывать специальное покрытие, защищающее слой бетона от осадков. Сейчас 25 метров мы от торца забоя уже смонтировали первый этап бетонных работ, который позволит нам выполнить дальнейшие бетонные работы по устройству разгрузочной плиты. На нее будет монтироваться ложе под тоннелепроходческий щит. До конца года в планах у подрядчика закончить устройство монолитного основания для старта тоннелепроходческого комплекса на 50 метров. Также отметим, что на днях заказчик получил положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на основной этап работ, который включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения. Напомним, что станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Как предотвратить правонарушения среди подростков? И что делать, чтобы не было рецидивов? Эти и другие вопросы разбирали в администрации Самары на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Обсуждение прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробнее о статистике в репортаже Михаила Ермоленко. Предотвратить правонарушения, а также повторные преступления среди подростков – одни из приоритетных направлений комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметили представители Федеральной службы исполнения наказания, чтобы не дать ребятам вновь ступить на скользкую дорожку, с ними активно работают психологи. Также для подростков стараются организовать досуг, предлагают участвовать в разных праздничных событиях, обучают различным профессиям. В этом правоохранителям помогают департаменты образования и культуры и молодежной политики. Посещение музеев, участие в концертах, праздничных и иных мероприятиях, просмотре фильмов, центром занятости населения, а также при поддержке молодежный центр «Сальмарский» пяти несовершеннолетним осужденным оказанным помощь в трудоустройстве. По итогам 10 месяцев этого года на учете подразделения по делам несовершеннолетних состоят 19 подростков. Причем, как отметили специалисты, фигуранты правонарушений не обязательно из неблагополучных семей. На заседании комиссии рассказали, что часто в преступлениях по статье за распространение запрещенных веществ замешаны подростки из благополучных семей. Виной тому площадки в интернете, которые вербуют несовершеннолетних, обещая крупные суммы в качестве зарплаты за проделанную работу. На следующий год хотелось бы сделать акцент на департаменте образования, чтобы в плане профилактики наркомании среди несовершеннолетних в учреждениях образовательных подвесных департаментах больше сделали упор, потому что мы будем сейчас закладывать планы работы на следующий год тематику, наверное, основного по профилактике наркомании. Подводя итоги работы комиссии в этом году, от участников прозвучали инициативы, среди которых предложение привлекать несовершеннолетних к участию в юноармейском движении. Однако, как отметила глава города Елена Лапушкина, эта инициатива требует доработки, которая может пройти в первом квартале следующего года. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. Чтобы помнили, более 26,5 миллионов человек погибли в годы Великой Отечественной войны. И после победы судьба более 4,5 миллионов солдат была неизвестна. Именно некоторых героев удалось установить годы спустя активистам поисковых отрядов. В Самаре сегодня школьники, ветераны и кадеты возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы в честь Дня неизвестного солдата. Подробности в нашем материале. С чего начинается Родина, С заветной скамьи у ворот? За годы Великой Отечественной войны погибли 26,5 миллионов человек. Именно около 4,5 миллионов солдат, павших на поле боя, остались неизвестны. Спустя 25 лет со дня Победы в Александровском саду в Москве был захоронен безымянный солдат. А с 2014 года в России 3 декабря стали отмечать День неизвестного солдата. Сегодня цветы к Вечному огню в Парке Победы возложили школьники, кадеты и ветераны. Похоронки пришли миллионы семей. Посчастливилось тем, кто вернулся после войны живой, пусть покалеченный, пусть раненый, но живой. 4,5 миллионов семей не повезло в том смысле, что в их дома пришла бумага, в которой значило, что их родной, близкий человек пропал без вести. Без вести это значит неизвестно когда, где он сложил свою голову. И нет места, куда можно прийти и поклониться, отдать дань памяти. Именно солдатам, неизвестным солдатам, чьи имена безымянны, но подвиг бессмертен, посвящен День неизвестного солдата. Иван Ермолаев в этот день всегда приходит возложить цветы к Вечному огню. Когда началась война и немцы пришли в Ленинградскую область, маленькому Ване было 4,5 года. Его вместе с матерью и семилетним братом угнали в литовский распределительный лагерь, а потом продали литовской семье. Мать работала и в огороде, и в доме, дети пасли скот. О том, что наступила победа, узнали только, когда хозяева дома поспешно собрали вещи и скрылись. Тогда же к деревне подошли советские войска. А мы были на нейтральной. И вот когда начался бой, все вот эти снаряды, танки, катюши по высоте бьют. Все это я видел. А после высоту они взяли и ушли дальше на запад. Все эти кости собирали и закапывали. Кто, чего, как он, ни имени, ничего не было. Сегодня поисковые отряды ведут непростую работу. По крупицам собирают информацию об останках найденных солдат. Число неизвестных сократилось до трех миллионов. Благодаря активистам многие россияне узнали о судьбе родных, о том, в каких боях они участвовали и где сложили свои головы. И имеют возможность прийти и поклониться памяти погибших дедов и прадедов. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. Оказать помощь и поддержать каждого, кто в этом нуждается. Глава города Елена Лапушкина провела в администрации Октябрьского района Самары встречу с членами семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Как оформить кредитные каникулы, получить материальное пособие, определить ребенка в сад или школу. Эти и многие другие вопросы решаются адресно при участии администрации города. Также жителям областного центра разъяснили, как оформить льготы на горячее питание для школьников и получить дополнительные лекарства. Встречи главы города с родственниками военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, продолжатся. На очереди другие районы Самары, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Активисты Народного фронта на протяжении семи месяцев ведут сбор гуманитарной помощи для мирного населения Донбасса и российских солдат в рамках проекта «Все для победы». За это время общественники отправили 200 тонн гуманитарного груза, а также открыли региональный сбор для бойцов 2-й гвардейской общевойсковой армии. Подробности расскажет Александра Гусева. Консервы, сладости, теплые вещи, предметы личной гигиены – все это уже несколько месяцев неравнодушные самарцы приносят в исполком Народного фронта. Поддержку оказывают не только граждане, но и бизнес-сообщество. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» ищет новые формы взаимодействия с гражданами, с бизнес-сообществом. И мне очень приятно, что сегодня мы присутствуем при рождении новой инициативы, когда одна из компаний, которая заправляет автомобили газовым топливом, решила присоединиться к нашему проекту. Активисты Народного фронта совместно с газовой автозаправкой открыли акцию, в ходе которой с каждого проданного литра газа 63 копейки будут причисляться на региональный сбор. Все собранные средства пойдут на нужды солдат 2-й армии. Мы услышали от Народного фронта об этой инициативе, о том, что планируется такой проект «Все для победы». И на самом деле для нас эта тема очень близка, потому что у нас есть и даже и сотрудники, которые на сегодняшний день находятся на передовой. И мы, естественно, поддерживаем. Представители Народного фронта напоминают, что все желающие могут принести гуманитарную помощь также в штаб Народного фронта по адресу Ленинская, 202 или перечисли деньги с помощью QR-кода. Александра Гусева, Максим Гусев, События. Вовсе на России по Самарской области состоялось завершающее заседание Общественного совета, на котором подвели итоги его деятельности за год. Среди федеральных структур в 2022 году наш регион вошел в тройку лидеров. Членами Общественного совета было проведено 52 мероприятия. Активная работа велась по отправке гуманитарных грузов на Донбасс. Продукция с производств, которые созданы в учреждениях, исполнение наказаний, отправляют в большинство регионов нашей страны. Об итогах работы и планах на будущее репортаж Ольги Павловой. Формирование патриотизма семих офицеров, благотворительная деятельность, развитие добровольческих проектов Самарской области. В этом году усилиями членов Общественного совета было проведено 52 мероприятия. Работа велась не только с сотрудниками уголовной системы. Общественный совет принимал участие в доставке гуманитарных грузов на Донбасс, особое внимание уделяя людям, которые вынуждены прибыли в наш регион из ДНР и ЛНР. В конце года члены Общественного совета традиционно встретились для того, чтобы подвести итоги работы и наметить планы на будущее. Те мероприятия, которые будем проводить, они однозначно важны. И результаты, которые Общественный совет достиг на территории Российской Федерации, это лидирующие места, должны быть еще лучше. По итогам года Общественный совет нашего региона вошел в тройку лидеров. Помощь УФСИН России по Самарской области оказывается в проведении таких мероприятий, как слет молодых сотрудников, конкурс виват-офицера, мисс УИЗ. Кроме того, член Общественного совета организует правовое информирование осужденных, спортивно-массовые и другие акции. Среди наиболее заметных – пополнение литературы библиотек и справительных учреждений. Это и обучение, это оказание материальной помощи, это и воспитательная работа как с осужденными, так и с сотрудниками. То есть, всесторонняя помощь. Огромная работа ведется и на производствах, в учреждениях исполнения наказаний. Продукции нашего региона обеспечивают всю территорию России, что говорит о безусловном качестве самарских товаров. У нас находится то производство по синтетическим моющим средствам, по сути, там, стиральные порошки. Они находятся на территории нашего учреждения, и мы нашими порошками и жидкими моющими средствами обеспечиваем всю территорию России за Уралом. То есть, начиная от Урала, это наше производство, которое находится, я не открою секретно, на управленческом. В завершении заседания за плодотворную работу членов Общественного совета наградили благодарственными письмами. А за активное освещение деятельности Общественного совета при УФСИН России по Самарской области дипломом отметили и телеканал «Самары ГИС». Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. До Нового года остается совсем немного времени. Для того, чтобы создать жителям праздничное настроение, город активно украшают разноцветной иллюминацией. Работа кипит и на Самарском Арбате, улице Ленинградской. Подробности расскажет Александр Кочетов. В Самаре продолжается монтаж новогодней иллюминации. И остается совсем немного времени до того, как город в буквальном смысле засияет новыми красками. Сегодня специалисты собирают световые конструкции на главной пешеходной улице города – Ленинградской. Здесь идет монтаж конструкции «Звездное небо». Ее планируют включить на следующей неделе. Здесь порядка двух с половиной километров гирлянд. Высота конструкции 6 метров. Сначала устанавливаются металлические порталы, собираются, выставляются по длине. Соответственно, потом оттягивается, делается оттяжка тросовая и уже впоследствии монтируется гирлянд. «Звездное небо» озарит Ленинградку на следующей неделе. Специалистам необходимо еще 3-4 дня для того, чтобы полностью завершить сборку, а также провести настройку и подключение инсталляции. Как и всегда, перед началом монтажа техники провели полное обследование гирлянды. Они выявили неисправные элементы и заменили их на новые. Такая процедура проводится ежегодно. Традиционно гостей Самарского Арбата порадуют и другие световые композиции – «Елочка», «Несколько арок». Совсем скоро начнется установка светодиодного «Медвежонка». Он появится ближе к пересечению с улицей Молодогвардейской. Местные жители уже с нетерпением ждут, когда смогут увидеть всю красоту. Наверное, каждый этого ждет, да. И я тоже в том числе. Гирлянды, елки, украшения какие-то, шары, например, стеклянные, чтобы все было красиво. Специалисты украшают и другие общественные пространства. Буквально накануне на Крымской площади появились три новогодние яблони. Напомним, в этом году власти областного центра приняли решение не приобретать дополнительное иллюминационное оборудование. Город будут украшать только теми гирляндами и конструкциями, которые есть в наличии. Перед установкой элементы праздничного освещения тщательно проверяют на предмет исправности и при необходимости проводят починку. Александр Кочетов, Максим Гусев, События. Конкурс для настоящих профессионалов своего дела. Компания «Т-Плюс» провела ежегодные соревнования профмастерства для сотрудников. Подробности в нашем следующем сюжете. Компания «Т-Плюс» регулярно проводит корпоративные конкурсы, направленные на повышение квалификации сотрудников. В этот раз в Самаре собрались сварщики из 13 регионов страны, где работает энергокомпания, чтобы выбрать лучшего по профессии. Всего 21 участник. Каждый хочет продемонстрировать свое мастерство. Участники должны пройти три этапа конкурса, каждый из которых требует тщательной подготовки. Тот, кто сваривает, он должен знать не только, вот просто взять и сварить, но он должен знать и свойства материалов, свойства электродов, свойства даже сварочного оборудования. Уровень знаний большой. И, конечно, они же учатся все здесь. И мы тоже учимся. У специалистов проверяют знания нормативных документов, навыки по безопасному проведению сварочных работ и оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве. Основным является практический этап – подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб. Николай Чернихевский стал одним из участников, который прошел весь этот непростой путь и одержал победу в соревновании. Конкуренция была очень жесткая. Очень хорошие специалисты подобрались. Сейчас в последний час я первое место занял. Мне это радует. Проведение таких соревнований позволяет сотрудникам не только показать свои умения, но и перенять опыт коллег. Это прекрасная возможность пообщаться со специалистами из других регионов, повысить собственный уровень профессиональной подготовки. Александра Гусева, Константин Головин. События. Жители Самарской области могут по почте отправить письмо Деду Морозу. Написать также можно его коллегам из других регионов России. Урал Морозу, Ямалу Ире, Топ Бабаю, Кыш Бабаю и другим. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать индекс 162390. Затем Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Помимо обычных почтовых ящиков можно воспользоваться специально. Он разместился в Центральном почтовом отделении на улице Ленинградской, 24. Новогодняя почта в этом отделении будет работать до 30 декабря. Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо, заполнить адресные строки, наклеить марку. Для отправки открытки нужна марка номиналом 19 рублей, а для письма весом до 20 граммов номиналом 27 рублей. На открытку или конверт с уже нанесенной маркой или литерой дополнительной марки наклеивать не нужно. В 2021 году в Великий Устюг было доставлено около 170 тысяч писем с заветными желаниями. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах по теме «Социальная сфера». На портале «Госуслуги. Решаем вместе» Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары проводят опросы по следующим темам. Реализация национальных проектов «Демография и здравоохранение» и «Социальное сиротство». Анкетирование проводится с целью повышения качества работы органов опеки и выявления степени осведомленности жителей. Анкета является анонимной. Полученные в ходе онлайн-опросов результаты будут использованы в дальнейшей работе. Голосование продлится до 31 декабря, пишет телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. На базе Института развития и образования состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса «Лучшая школьная столовая». По итогам от муниципальных общеобразовательных учреждений Самары первое место заняла школа номер 85, а третье место – школа номер 68. Представители 85-й школы вместе с сотрудниками комбината школьного питания представили наш город на всероссийском этапе этого конкурса. Кроме того, коллеги поделились своим опытом участия в таких мероприятиях и секретами успеха, сообщает телеграм-канал городского департамента образования. Телеграм-канал Куйбышевского района напоминает, что со 2 по 10 декабря проходит общероссийская акция «Тотальный тест. Доступная среда». Она призвана привлечь внимание граждан к правам и потребностям людей с инвалидностью. На сайте акции каждый житель страны сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Пройти тест можно в любое удобное время. Для участия необходима предварительная регистрация. Также администрация Куйбышевского района поздравляет самарцев с Днем банковского работника. 2 декабря 1990 года был учрежден Центральный банк России, который стал отправной точкой в развитии финансовой деятельности страны. Вот почему именно в этот день сотрудники банков отмечают свой профессиональный праздник. Игровая программа «Лапа в ладошке» прошла в детской библиотеке номер 4 в рамках акции «Библиотека для всех». В ней участвовали гости из Центра социального обслуживания «Семья» и учащаяся школа номер 10. Кинологи приюта для животных познакомили участников мероприятия со специально обученной собакой, рассказали о своих четвероногих воспитанниках. Все собаки доброжелательны и общительны. Гости узнали, как нужно обращаться с животными, научились понимать их язык, угадывать настроение. Все с удовольствием приняли участие в конкурсах «Кем работает собака? Кто больше даст кличи к щенку?» Отгадывали загадки о собаках и увлеченно рассказывали о своих домашних питомцах. Все получили колоссальный заряд хорошего настроения, ведь для счастья человеку порой достаточно почувствовать мягкую лапу в своей ладошке, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok